Уже полгода строители приходят в офис компании «Шимкенхиммонтаж», которая нанимала их на прорывной проект – строительство стекольного завода в Казларде. Люди никак не могут получить зарплату, но каждый раз их просят подождать. «Мы везде должны, в магазинах, за кредиты. Мы с сыном вдвоем работали, нам почти 700 тысяч должны. Никуда не пойдем, будем здесь лежать, дома дети голодные». Строители, водители, электрики, монтажники – всего 350 специалистов работали в Казларде с июля 2015 года. Первые полтора года работа и зарплата были идеальными. Проблемы начались, когда следователи заподозрили экс-министра экономики Куандека Бишимбаева в присвоении почти миллиарда тенге, которые должны были вложить в строительство завода. Высокопоставленный чиновник, по версии следствия, создал преступную схему, и деньги осели в карманах подельников. Среди них упоминается и руководитель компании «Шимкенхиммонтаж». На него надели наручники, а сотни рабочих с тех пор забыли о зарплатах. «Все произошло, как руководители забрали 10 января, сразу нас и счета арестовали. У нас ни один счет не действует». Главному фигуранту этого скандала Куандеку Бишимбаеву арест периодически продлевают. Все еще под следствием и экс-руководители предприятия. Все в это время бухгалтера пытаются объяснить рабочим, что платить сейчас просто нечем. За выполненный объем работы завод с ними еще не рассчитался. Говорят, из-за смены власти на предприятии теперь в суде приходится доказывать, что они построили то, что должны были по договору. «Нам заказчики должны большую сумму 200 миллионов, но они не подписывают акты выполненных работ, в связи с тем, что тех руководителей тоже всех отстранили от работы. Поэтому сейчас, как это все разрешится, они нам подписывают акты выполненных работ, и нам перегоняют деньги, и мы с рабочими рассчитываемся». Конкретные сроки миллионных перечислений никто называть не рискует. Долг перед рабочими – более 97 миллионов тенге. Компания «Шымкенхиммонтаж» советует рабочим запастись терпением. Она надеется вернуться на строительный рынок и даже закончить работы на стекольном заводе, когда история с арестом шефов и счетов уляжется. Между тем, инспекция по труду Южно-Казахстанской области уже выписала предприятию штраф по размере 453 тысяч тенге за задержку зарплаты.